Здравствуйте, уважаемые соотечники! Цель сегодняшнего эфира – осветить события, которые происходят в стране. Сейчас средства масс-информации Хорды работает активно, работают разные блогеры. И сейчас, я думаю, что хотя большая часть общества уже стала лучше мыслить, видеть ситуацию, тем не менее и власть тоже прилагает серьезные усилия, чтобы запутать, обмануть и реализовать свои программы. В этой связи я считаю, что правильным будет мне подробно описывать планы власти. И сейчас я на конкретных примерах хотел бы их озвучить и показать. Как вы помните, совсем недавно власть выдвинула своим сопартнерам на эти выборы Алимжана Косанова, выдвигая тезис, что якобы он со 20-летним стажем оппозиционер. К сожалению, наше общество политически слабо подготовлено. Это была специальная работа власти, когда все граждане отлучались из политики. И поэтому, конечно же, сейчас, когда политические события развиваются бурно, многим очень сложно в этом разобраться, что происходило, что происходит. И очень много было обманутых, которые восприняли за чистую монету, что Косанов якобы оппозиционер с 20-летним стажем. Хотя я активно выступал и говорил, выслушал свой адрес, много негативных комментариев, когда я говорил, что Хосанов это кукла власти. Собственно, понадобилось чуть больше месяца, чтобы в этом убедилась вся страна. Конечно, сейчас я получаю массу извинений, сожалений, что поддержали такого подставного кандидата от власти. Но это будет происходить, к сожалению, еще много раз. Много раз по причине того, что, как я уже говорил, наше общество еще политически плохо подготовлено. В этой связи, я думаю, что правильнее будет мне почаще выступать и показывать шаги власти, объяснять, для каких целей используются цельные действия люди и так далее. Так вот, сейчас все убедились, что Хосанов кукла власти. И все те, кто трясет старыми регалиями, покрывшие ржавчины медалями, орденами, что они вот 15 суток в тюрьме отсидели, что они вот такие заслуженные, надо отодвигать в сторону. Кого бы это ни касалось, надо человека судить по конкретным действиям и уметь анализировать. Так вот, если в нашей стране преследуют за пустой плакат, если в нашей стране преследуют за цитату статей Конституции, если в нашей стране преследуют за плакат, в котором написано «Отправда не убежишь», то вам легко сделать вывод, что все те, кто открыто якобы создает политические партии или намеревается, или вдруг каким-то образом чудесным становится кандидатом якобы от оппозиции, при том, что в те же самые дни людей задерживают за пустой плакат, вы должны себе отчетливо сказать, это игра власти, это человек играет в мошенническую игру с политической верхушкой. Вот я, собственно, эту мысль все время проводил, и вы сейчас в этом убедились. Теперь эти проклятия, которые раньше сыпались на Назарбаева и продолжатели его курса Хасамжима Артокаева, начали литься на Косанова. Вы видите, какой простой прием. Берется кукла, и, значит, все за ней бегут, затем, через какое-то время, бегущие осознают, что, оказывается, это был кукла. Эту куклу вешают на столб, все в него бросают иглы, камни и так далее. Это как у японцев, знаете, чтобы гнев не был против начальства, специально есть комната, есть специальная кукла, ты его приходишь, пинаешь, выпустил пар, а начальник хороший, эта кукла плохая. Перед нами большая ответственность, перед нами стоит будущее нашей страны, наша страна, ее независимость. И мы не должны себя вести, как маленькие дети, когда мы идем за куклами, пинаем эти куклы, так сливаем свой пар, свой гнев. А тот кукловод, который дергает за ниточки, стоит в стороне и радуется. Вчера произошли очередные события. Я вам просто показываю план, чтобы вы ясно и отчетливо понимали, как разводят 18 миллионов человек. К сожалению, очень узкая группа людей ясно понимает, как манипулирует сознанием масс эта власть. И вы должны это ясно понимать. Так вот, в числе этих кукловодов, исполнителей были вот такие провокаторы КМБ, как Ермек Нарымбай, который критиковал, сидя в Украине, власть. И вы ему охотно какая-то часть верили. Это типичный агент, шестерка власти, который топил за Косанова. И когда Косанов вдруг еще до озвучивания итогов выборов, вдруг сказал, что вот я все согласен, поздравил Тухаева, значит, с трагичным видом вышел Ермек Нарымбай, сделанным актерским, и начал жаловаться, что Косанов его кинул. И то же самое сделал этот шестерка власти Мамбиталин. Я называю для многих, может быть, неизвестной фамилией, но скажем, блогеры, кто сидит в фейсбуке, они эти фамилии читают, видят и так далее. Вот. И собственно, теперь они искусственно говорят, что их обманули, они жалуются, плачутся, и теперь говорят, все, пойдем теперь регистрируют партию, и вот через партию мы будем добиваться мест в парламенте. Это, собственно, слова Амиржана Косанова, который говорит, что надо конструктивно бороться, надо идти конструктивно с властью, пробиваться в парламент. Он, конечно же, говорит или о своей партии, которую ему власть создаст, и он зарегистрирует, или партия ОСДП, которым председателем является Ермурат Бапи, у которого газета там общественная позиция, да. Так вот, то есть, эти шестерки власти манипулируют общественным мнением, потом они быстро отказываются от Косанова, начинают лить слезы, и весь этот народный гнев уходит от тех, кто реально манипулировал этими выборами, вбрасывал протоколы, то есть, фактически обманывал 18 миллионов человек, то есть, сейчас гнев выливается не такой, он ходит в сторонке, и весь этот гнев бурлит вокруг Косанова, и вот эти все, те, кто его продвигал, льют слезы, говорят, он сволочь, приходят люди в его штабы, значит, Косанова начинает выплевывать это все возмущение, куда девается возмущение, оно не уходит вверх, не уходит в сторону Назарбаева, главному кукловоду, не уходит в сторону его исполнителей, Хасанжемар Тухаева, и это возмущение, бродит вниз, двигается по горизонтали, и он стоит над всем этими, дергает за ниточки, а эти кукловоды, мелкие агентишки, ходят, и опять же, льют слезы, теперь говорят, а теперь мы пойдем так, теперь давайте мы пойдем за Акыном Заитовым, это следующая кукла власти, я знаю, что у Заитова есть, конечно, свои поклонники, и они сейчас выбрасывают в мою сторону новый гнев, говорят, вот это Аблязов все время, Я их знаю, таких поклонников, к сожалению, их трудно винить, они, опять же, политически неграмотные, и власть ими искусственно манипулирует, а в чем суть, теперь Заитов, который пришел на Курлтай 1 июня, и сказал, Казахстан жалу Нуратан, Назарбаев Теганчук, Нуратан деда, а кто владелец Нуратана, владелец Нуратан Назарбаев, Заитов же не сказал, что враг народа Назарбаев, и зал начал аплодировать, а затем Заитов начал говорить, «Колдаймс, колдаймс, хосанта, иртеньки, сайдалгобаек, он еще, маусунда, талагашрамс, митинг каварамзевайта». Вот, собственно, где был Заитов 10-го числа, мы обозначили места митинга, этот провокатор, кукла власти, позвал людей, что, вот он недоволен результатами выборов, и позвал определенную месту, да, к стадиону. На автобусах, мы это точно знаем, у нас есть свидетели, привезли на автобусах там около 70 якобы сторонников Заитова, которые должны были высказать возмущение итогами выборов. Только власть просчиталась. Дело в том, что в это время в Алма-Ате бурлила большая протестная масса, она просто хлынула в это место, и идея превратить Заитова нового народного героя, который недоволен итогами выбора, который якобы является глазом народа, она провалилась, потому что в итоге Заитова поддержали, выпустили, и он этой массе сказал, все, проблем нет, уходите, все, домой, и пошел домой. И это протестующая масса, вчера по Толиби, по Абай начал двигаться, вы знаете, в Алма-Ате тысячи людей вышли на улицы, плюс автомобилисты, в общем, одним словом, шорохов ночью было много, Алмата ночью не спала. И люди выходили не из-за Заитова, не потому, что он сказал, потому что они были возмущены действиями режима, и вот этот протестный потенциал выплеснулся там, то есть власть просчиталась, они действуют по старым технологиям, когда, вот как студентов, знаете, в пятницу, 7 июня, накануне выборов, всех студентов в Астане собрали, на стадион, ректор приказал, декант приказал, преподаватели их вели, подвели автобусы, привезли, а студенты рассказывают правду, а затык, другие издания, на телефон ставят, то есть то, что их там силой пригнали, уже было видно всей стране и международным наблюдателям, то есть этот режим действует, продолжает действовать по-тупому, как будто нет социальных сетей, как будто нет телефонов, которые каждый может снимать и показывать, они действуют прямолинейно, и так же они поступили вчера, на автобусах привезли какое-то количество сторонников, к это время подтянулись протестующие, реальные протестующие, и хотя Ренат Заитов сказал все, разъезжаясь по домам, народ этого не захотел делать, и вот эта масса пошла, поэтому вы должны ясно представлять, в чем суть идеи, вот есть кукла Кусанов, он частично свою роль выполнен, частично, я дальше скажу, какая еще у него роль, в это время народный гнев выбрасывается на Кусанова, стоит Назарбаев, стоит Такаев, они довольны, никто их не поливает, вот кого, кто виноват, Хасанова виноват, с другой стороны, эти плакальщики, которые вчера поддерживали и топили Хасанова, льют слезы, Заитов становится картинно на колени, просит прощения у народа, и говорит, простите меня, я был неправ, вот, оказывается, он нас предал, и вот вам, вот вам певец Ахын, который поет на лучших сценах Казахстана, критикует, как бы власть, становится новой куклой два, новой куклой два, я знаю, многим вам неприятно это слышать, есть у кого-то какие-то ценности, и каждый раз, когда вас разводят, обманывают, вы говорите, не может быть, как вчера говорили по Хасанову, говорили, ой, Аблязов, ты что говоришь, этот Хасанов якобы протестовал, тебя поддерживал, был твоим другом, что ложь, теперь говорите, как, вот этот же Заитов, он критиковал, пел песни, слушайте, у нас за пустой плакат задерживают, Заитов на лучших сценах поет, вы просто задумайтесь, это простая вещь, если он на лучших сценах поет, критикует, его никто не зажимает, не сажает в тюрьму, то почему, только для того, чтобы затем он был влиятельным человеком и выполнял команды власти, что он и сделал вчера, когда сказал всем разойтись, они хотели вот этот накопленный протест, который существует в Алматы, таким образом слить, успокоить, ну как, Заитов же сказал, давайте, Джектериен, Югебрех, вот все пошли его домой, его сторонники, так называемые, которые привез комитет национальной безопасности, остальные не поехали, они начали устраивать пеший ход, автомобильный по Алматы, вот собственно это и происходит сейчас, поэтому уважаемые друзья, вы должны быть очень внимательны, должны по простым признакам определять, это власть сделают, или все-таки это реально народный протест, обратите внимание, вот когда Заитов сказал, что он пойдет создаст партию, мем партии Хурам Дедкича, потом сказал, что он недоволен итогами выборов, об этом показали все подконтрольные государства СМИ, Тенгры Ньюз, Информбюро, все каналы его показывают, они его раскручивают, едет там журналисты, Кастак, все прочее, репортажи делают, где вы видели, чтобы реально оппозиционные действия могли журналисты поехать, осветить, чтобы спокойно ехали машины, чтобы все средства массовой информации показывали, все средства массовой информации, даже митинги показали, где сегодня пошла информация, что реально задержана была в Алматы, Астане, по всей стране более 5000 человек, ни одно из этих средств массовой информации эту информацию не дало, ни одно, а тут, пожалуйста, вам Заитов и тут, и так, и сяк, про него рассказывает, раскручивает, и что получается, теперь группа якобы, которая поддерживала Хосанова, ругает Хосанова, все переключаются на Заитова, ругает, между собой ругаются, ругает всех тех, которые их не поддерживают, устраивается с клока и опять над всем этим стоит Назарбая, кукловод, дергает за нитки и довольный, народный гнев двигается мимо него, он так думает, он так думает и вы не должны попадаться на такие уловки. Проблема этой власти в том, что они думают, что они могут дергать за ниточки весь народ, так не получится. Народ сейчас все больше и больше становится грамотным, легко определяет, кто власть, кто честный, кто думает о себе, только о себе и уже не удастся так сделать. Сейчас сети социальные открыты, очень много людей быстро разбирается, они дают информацию и поэтому в итоге сформируется правильное мнение о всех тех событиях, которые происходят. Поэтому уважаемые друзья, мы не должны обманываться, мы не должны обманываться и ясно понимать, что происходит. Итак, кукла Назарбаева, я хочу четко сказать, Хосанов. Вторая кукла это Заитов. Как бы вам не было обидно за Акина, вообще очень много людей его оправдывают, говорят, ну как на него надавили, ну хорошо, если ты понимаешь, что тебе надавит, ну не занимайся, пой песни дальше, но не обманывай людей, и говорит так, как 1 июня сказал, иди голосуй за Касанова, а 10 встал на колени и говоришь, простите меня народ. Позвал всех на протест, через полчаса вышел, сказал, идите домой. Это уловки примитивной власти, и эти люди просто за короткое время будут втоплены в грязь собственным народом, как сейчас произошло с Касановым. И вот есть шестерки власти, типа Ермек, Нырмбая, там Бомбиталлина, есть еще там какие-то люди, которые вот ходят и то топят за них, то просят прощения, потом говорят, давайте пойдем по-другому. Ну, следующий путь, который сейчас будет продвигать власть, это так называемые конструктивные отношения, якобы оппозиции с властью. Теперь будет изображать эта мебель Пухаев, что он будет делать реформы, что вот будет порядок, что якобы он дал указание полиции, чтобы они были вежливы, вы видите, как они были вежливы на этих протестах. Сотни людей вывозят за пределы Алматы и Астаны, потому что все тюрьмы забиты. И сотни людей сейчас родственники не могут найти, где они. Это цена его слову, это во-первых. Во-вторых, я не случайно его называю мебелью, потому что эта мебель не владеет никакими полномочиями. Комитет национальной безопасности подчиняется Назарбаеву, МВД также все подчиняется Назарбаеву. Поэтому мы все отчетливо должны понимать Тухаев мебель. И все решения принимаются в кабинете Назарбаева. А все эти люди, которых я говорил, это шестерки, которыми управляют. Может быть их вам нравятся голоса, может нравятся их стихи, может нравятся их старая биография. Все в сторону. Они куклы. Они куклы, которые продались этому режиму за какие-то свои услуги, за какие-то подарки. У каждого есть своя цена. Вы должны это ясно понимать. Итак, теперь следующая игра власти это создание так называемой оппозиционной партии. Потому что все существующие оппозиционные партии, как КНПК так называемые, условные коммунисты, это фальшивые, партии Акжоу, они уже поистрепались. Никто не верит, что они якобы системная оппозиция. И вот на роли системной оппозиции выстраиваются сейчас партии ОСДП. они заранее готовились. Это раньше ее возглавлял Жан-Махан Туйба. Я много раз говорил, что это партия подставная, партия власти. Я получаю много предложений от молодежи. Вчера ночью мне писала молодежь в возрасте 16-17 лет. Кто-то живет за рубежом, молодые ребята, которые учатся за рубежом, они наверное думают, что у нас в Казахстане так же в возрасте 20-21 года и говорят а мы создадим свою партию. Или как вчера Заитов сказал мим партия храмде. Эта власть никому не даст зарегистрировать некую партию, это все должны четко знать. Так вот теперь эта так называемая партия пойдет создавать видимость, что будет бороться за места в парламенте, для запада будут представлять, что вот у нас есть оппозиция в лице кого вчерашнего предателя Хосанова. И вот партия УСДП еще будет БАПИ и другие. Я пока не комментирую роль Акижана Кожигельна, я знаю, что он меня смотрит, я внимательно наблюдаю за всеми теми действиями. Конечно, Акижан Магаджанович, я могу сказать, что вы же знаете, я опытный политик, я вас лично знаю хорошо, я знаю хорошо Хосанова, хорошо знаю лично БАПИ, финансировал многих. И когда то же самое Хосанов говорит, что вот когда мы раньше проводили митинги, а потом людей штрафовали, мы финансировали. Амиржан, у тебя никогда не было денег, никогда все эти деньги давали единицы людей из бизнеса, как минимум половину всех всех проектов политических давал я, как минимум. Реально, процентов 80, все, что было в стране, газеты, телевидение, партии, независимые правительственные организации, неправительственные организации, которые боролись с этим режимом, я это финансировал как минимум на 80% страны, включая эти штрафы. Все штрафы жанна-зене, адвокатов и так далее. Я когда-нибудь эти данные подробно озвучу, сейчас не время. Поэтому, когда Амиржан говорит, что мы якобы финансировали штрафы, Амиржан, тебя может финансировать только власть. У тебя никогда не было денег, ты не работал в бизнесе, ты уже много десятков лет непонятно на что живешь. Поэтому, давайте, не лгите. Вот. Я еще раз возвращаюсь теперь к нашему разговору. Я буду все время комментировать, раскрывать, объяснять, кто за чем стоит, потому что я очень хорошо знаю, как эти механизмы работают. И хочу, чтобы граждан нашей страны тоже образовались, чтобы наша молодежь не была обманта, не было всякими обманта движениями, которые говорят, мы вот сегодня создаем движение, мы будем бороться за гражданское общество. Ребята, я знаю, что многие из вас, наверное, искренне верят и надеются, что у вас будет возможность заниматься такой общественной деятельностью на благо нашей страны. Даже такое красивое название Оян Хозак, Хозак, Оян Хозак. Вас обманывает Оян Гдар, я Оян Гдар. Действительно, проснитесь, проснитесь и знайте, эта власть преследует за пустой плакат. И поэтому все ваши движения Оян Хозак, это будет очередная попытка народа, это будет очередная попытка вас. Вы должны ясно мыслить, что происходит в нашей стране. В этой связи я именно сегодня поэтому посвятил этот эфир, чтобы у всех у вас была картина, в целом, что делать власть. Далее. Все такого рода действия власти приводят на раскол общества. Здесь Ренат Заитов, здесь Хосанов, здесь кто-то еще, здесь партия ОСДП. И вот идет дробление общества на разные направления. Они начинают между собой ругаться, ругать того 3-го, 5-го, 10-го. К чему это приводит? Приводит к тому, что мы не можем создать и объединиться большую команду людей. Для того, чтобы добиться смены власти в Астане и в Алмате, в Астане нужно 30 тысяч, в Алмате 50 тысяч человек. И власть что делает? Она дробит, чтобы все эти люди между собой ругались, обзывались, и так далее. Они над всем стоят, и тогда их власть в целости сохранности. Я разоблачаю этих людей не для того, чтобы выглядеть самому хорошо, сказать, что я единственный оппозиционер. У нас одна единственная цель отстранить действующий режим от власти, построить парламентскую республику. Каждый должен бороться за власть, чтобы реализовать свои программы, и народ будет решать, кто будет в парламенте, кто будет в правительстве, и ни у кого не будет возможности стать самоназначенцем, как до султана Назарбаев, и властвовать 30 лет. Ни у кого не будет такой возможности, потому что мы построим такую политическую систему. Поэтому наша цель должна быть одна, обедниться и построить парламентскую республику. И все те, кто участвует в этих играх, выступая в роли кукол, или еще какие-то у них свои замыслы для того, чтобы считать, что мы можем перехитрить между струюками дождя проскочить. Вот Акижан Макжан Макжан он такой себя считает искусственным политиком, он думает здесь сыграет, там сыграю, здесь обойду. Акижан Макжан Макжан уже ситуация поменялась. Многие из молодежи даже не знают кто вы, но мы-то знаем все о том, что делает власть и кто как с кем заигрывает, какие тайные механизмы работают и все это уже не сработает. Сейчас есть интернет, мы можем открыто все рассказывать, я еще расскажу подробнее и каждый раз буду освещать, показывать реальность и вы будете убеждаться, что все те, кто вам сейчас рассказывает, показывает простые рецепты, они лгут, они где-то заблуждающиеся, а некоторые специально работают на власть. Еще раз, наша цель добиться перемен, и мы это можем сделать только объединившись, мы не должны объединяться все, мы должны объединяться только те, кто думает о нашей стране, кто хочет перемен, кто хочет парламентскую республику построить, не все такие, люди разные, вот нам достаточно такое количество людей собрать, в Астане 30 тысяч, в Алмаке 50 тысяч, в регионах по 10 тысяч человек, и все, этой власти не будет, поэтому мы не должны обманываться, мы должны поставить четкие цели, видеть, как нами манипулируют или пытаются стравить нас между собой власть, отбрасывать их в сторону и действовать. Уважаемые друзья, мы сегодня объявим о акциях завтра, завтра Такаев планирует провести инаугурацию, еще не объявлены итоги выборов, а уже день инаугурации известный. Как вы понимаете, эта власть торопится быстрее и быстрее так бы закрепить, легитимизировать Хасамжамар Такаева. Следующие этапы тоже будут, но мы должны действовать, мы должны действовать энергично, объединенными усилиями, завтра будет инаугурация и мы планируем сегодня объявить о наших действиях. Первое. Второе. К нам обращается очень много людей, настроенных протестом против этой власти, предлагает те или иные акции. Уважаемые друзья, мы будем проводить акции, безусловно. Я понимаю, что сейчас накоплен огромный протестный потенциал у народа, но мы должны его складывать, объединять, а не действовать мелкими разрозненными партизанскими действиями. Это приведет к тому, что эти маленькие разрозненные группы будут нейтрализованы властью, поэтому нам нужно объединяться. В частности, сегодня в Астане будет футбол, Сан-Марин, по-моему, играет сборная Казахстана, 19 часов, по-моему, по времени Астане, точно, к сожалению, не помню. Так вот, что предлагают наши сторонники? Сторонники наши предлагают на 20-й минуте, чтобы стадион начал хором выкрикивать шалкет. Я такие инициативы приветствую. Это будет демонстрироваться по всем каналам Казахстана, это будет демонстрироваться, люди будут снимать в телефонной социальной сети, это будет распространено по всей стране, это в конце концов приведет к тому, что вся страна будет говорить шалкет, уйди, кукловод, в сторону. Я приветствую такие инициативы, мы будем объединяться и будем действовать. Не забывайте, что враг нашей страны, враг нашей нации, это Нурсултан Назарбаев и его политическая верхушка. Не устраивайтесь склоки между собой, просто показывайте, кто является куклой Назарбаева. Я буду стараться как можно больше это освещать, чтобы мы действительно быстрыми темпами добились главного. Смены политического режима и отставки Нурсултана Назарбаева. Алга, Казахстан. Продолжение следует...